Радио Болтком 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 Ну и не только знаком, а, к сожалению, он рано ушёл из жизни, не дожив даже до 60 лет, и вот его деятельность как президент страховой компании «Балва», и в то же время он общался, не оставлял традицию, староверскую традицию, он оказывал помощь, содействие, то есть был не только предпринимателем, но и благотворителем. Будем называть это, наверное, слово больше подходит. Вот совершенно верно, очень помогал очень многим, мы сегодня вспомним немножко ещё. Вот, вот, действительно. Ну, я прежде всего, конечно, о том, что он делал, скажем, для Гребенчаковской общины, и, ну, очень горько и печально то, что он так рано ушёл из жизни. И потом оказался очень интересный материал его сестры Галины Константиновны, о брате, о Василии Константиновичу, и вот тогда было принято такое решение, что мы издадим эту книгу. Вот, ну, может быть, о этой книге немножко подробнее потом, я не знаю, как вы считаете, да? Хорошо, да, давайте, мы к ней вернёмся. Тогда в серии уже будем говорить о этой серии, люди-староверия, вообще, скажем, о истории, о памяти и так далее, да? Мы хотим Вас спросить, Илья Иванович, вообще, да, вот, староверы, расскажите, пожалуйста, Вы возглавляете общину и много лет, и исторические какие-то... Ну, я Вас немножко поправлю, о староверах, конечно, я думаю, что надо сказать, потому что о староверах есть разные представления. В последнее время, в последние годы интересуются сутью староверия и людьми староверия, хотя у некоторых, наверное, есть такие представления, что вот из давних, так сказать, времён, что староверы – это какие-то странные люди, там, живут изолированно, вот, людей не принимают, а если, значит, кто-то приходит и просит, то какую-то крамокружку подают отдельную, специальную и так далее, да? Староверы – это целая, так сказать, общность в Латвии, ну, даже называют её как нацменьшинство. В последнее время принято говорить о староверах, что это этноконфессиональная группа, да, или этнологическая группа русских в Латвии. Ну, количественно, вот я назову некоторые цифры, ну, то, что доподлинно по переписи населения в последние 1935 года в Латвии было 105 тысяч староверов. Сейчас трудно даже сказать, какое количество староверов, ну, ещё 5-6-7 лет тому назад, мы говорили, 70-80 тысяч, а сейчас, в силу того, что очень многие уезжают за границу, число староверов, конечно, уменьшилось, как и других людей. В 19-м веке среди всех русских половина была староверов, да? Ну, вот, скорее, 20-й век, вот я сейчас эту перепись берём, 20-й век, да, из всех русских, да, половина были староверы, остальные были православные. И считается, что в 19-м веке именно наша вот эта староверская община была богатейшей во всей России. А как это образовалось? Ну, я, может быть, скажу, что, да, староверы, как староверия Латвии, разделяется на несколько общин. У нас около 70, я, может быть, последние, так сказать, данные не знаю, около 70 старобрядческих общин. Ну, в Риге две общины, но, правда, крупнейшая – это Рижская Гребенщиковская, в Даугупилсе шесть, вот уникальный город Даугупилс, да, где шесть старобрядческих общин, да, вот иногда это называют, так сказать, старобрядческим Иерусалимом. Ну, и в Резакне крупная община, одна из крупнейших, наряду с Рижской, в Преяли и так далее, и в других городах. В общем, всего около вот 70 общин. Ну, а в целом это, конечно, вот старобрядческая общность в Латвии. Теперь вот у вас прозвучал вопрос о том, что самые богатые. Ну, это надо говорить вообще о староверии в Латвии в том числе. Да, среди предпринимателей, если брать Российскую империю, то четвёртую часть капиталов называют, это были староверческие капиталы. Ну, и среди имён староверов это Морозовые, это Ребушинские, да, это Третьяковская галерея известная, это тоже Третьяков был старовером. Даже, может быть, мало кто знает, Станиславский, известный Станиславский, это старовер Алексеев, он тоже старовер. Воистину, староверы, они не имели возможности заниматься другой общественными делами, их не допускали быть чиновниками, поэтому их, как бы, активность реализовалась в предпринимательской деятельности. Вот, то же самое и в Латвии. Ну, скажем, Кузнецовская фабрика, это фабрика староверов, ну, и другие купцы можно называть. Кожевенная промышленность, деревообрабатывающая промышленность, да, в этих отраслях известны староверческие имена. Вот, если говорить о купечестве, латвийском купечестве, да, то там значительная часть староверов. Вот, это действительно, ну, и Гребенщиковская община, конечно, надо отдать. Это община, которая была создана рижскими купцами, она и сейчас является крупнейшей в мире общиной, староверческой общиной. Она имеет большой храм, где-то пять, около пяти тысяч человек может вместить в себя молящихся. На двух уровнях. Ну, да, ещё так называемые хоры, да. Вот, да, община располагает недвижимостью, то, что завещали предки, завещали богодельни, да. А община имела богодельню, ну, вы знаете, что такое богодельня, патворсмая или то, что ныне, приют, пансионат и так далее. Она имела больницу, она имела детский приют, она имела школу, рижская, Гребенщиковская община. Ну, в разные периоды были годы расцвета, были годы, значит, наибольших, так сказать, притеснений, да, царской властью. Ну, сейчас вот община и сейчас остаётся, можно сказать, в определённой степени духовным центром староверия. А вот по поводу того, что был там построен детский приют на территории, расскажите, пожалуйста, очень интересный факт. Вот как обстояли дела с вопросом о таинстве брака староверов? Ну, о браке это отдельный разговор, может быть, и надо сказать, что староверы неоднородны, староверы имеют несколько согласий. Вот из согласия, без поповского согласия, то есть без священничества староверы не признают то священство, которое после раскола, да, рукополагалось уже раскольными епископами, да, поэтому по нужде, по нужде. Ну, считали, что утеряна благодать. Утеряна благодать, да, утеряна благодать. А брак, значит, есть федосеевцы, так называется это согласие, это безбрачники, которые не признают брак. Ну, если нет священника, некому благословить брак, значит, ну, какой может быть брак? А дети? И второе, да, я прошу прощения, дети, второе вот, ну, направление, скажем, да, в этом беспоповском согласии, ну, есть ещё и другие, это поморцы. Вот Рижская-Гребенщиковская община и латвийские староверы – это поморцы, в настоящее время поморцы. Хотя до какого-то времени было половину на половину, ещё в 20-е годы, 20-го века были поморцы и федосеевцы. Вот поморцы брак признают. Они считают, что таинство совершается не на земле, не человеком, а Господом Богом. Поэтому, соблюдая определённые требования, ну, согласие, вступающие в брак, благословение родителей, да, и есть определённый чин совершения, так сказать, вот, брака, да. Вот, ну, поэтому, естественно, что дети наследуют. Вообще в разные исторические периоды было по-разному. Ну, в 19-м веке, даже в Риге, у купцов была такая серьёзная проблема – наследование. Дети должны наследовать. Но если вот официальная православная церковь не признавала брать староверов, значит, дети не являлись наследниками. Проблема, да. Это была проблема, да. И сейчас уже в подробности я не буду вдаваться, да. Даже староверы, скажем, купцы, богатые купцы, ну, вынуждены были возвращаться в новообрядческую церковь, назовём так, если мы старобрядцы, в новообрядческую церковь, чтобы совершить брак, загонить детей, а потом уже как совесть позволяла, продолжали, может быть, даже посещать моленную и, значит, молиться и исповедовать веру по старому, по старой традиции древнеправославной. Я ответил на ваш вопрос? А вот исследователь староверия Азии Савич Иванов рассказывает, что в XVIII веке, вплоть до какого-то периода XIX, вот эти дети, которые у беспоповцев рождались, они поступали вот в этот детский приют, который был с этой целью построен. Но это вот ещё XVIII и самое начало XIX века. Ну, да, это, наверное, это так, но были, скажем, и другие факторы. Значит, есть такое выражение или что идёт старовер, купец, скажем, по московскому форштату и видит вот какой-то ребёночек, так сказать, мальчик там, ну, видно, что он как бы один, да, брошенный, беспризорный, да, он берёт, так сказать, его за руку и ведёт вот в этот приют. В приюте получали основы образования, там, арифметика, язык и, конечно, обязательно церковно-славянский язык и молитву, и ещё давали какую-то специальность. Ну, чтобы уже выходя из этого приюта, он мог бы найти своё место в жизни. Да, тут много, конечно, разных сюжетов и разных моментов, но у староверов, поскольку они ратовали и они держались, так сказать, за чистоты своей веры, они не могли позволить, чтобы дети уходили куда-то, уходили в новообрядчество, поэтому они делали всё, чтобы дети оставались в старой вере и создавали для этого условия. Это один момент. И второй момент. У староверов отношение к родителям, к предкам тоже достаточно такое, ну, как сказать, там, бережное, внимательное, наверное, да, вот. Поэтому, вот, скажем, богодельня Рижской Гребенщиковской общины в разные времена, ну, скажем, в XIX веке, в первой половине XIX века было насельников, так сказать, вот, в богодельне более 200 человек. Представьте себе, 200 человек в больнице ещё при этом, да. Это же... Скажите, пожалуйста, вот для наших радиослушателей, вот храм, такой прекрасный храм общины, да, у нас, могут, можно вот так просто прийти, зайти, посмотреть, чтобы кто-то рассказал о том, какие там... Ну, ну, вот просто так вот зайти, да. У нас всё-таки храмы, если нет соборной службы, да, храм закрыт. Вот, в отличие, скажем, от наших, вот, так сказать, братьев православных, да, но можно прийти, у нас есть канцелярия, если Гребенщиковский храм, можно попросить поставить свящу. Правда, в Гребенщиковской общине есть ещё малый храм, так называемый, и там вот днём читается псалтырь. Вот можно войти туда и попросить, значит, вот поставить кому-то свящу, такое вот можно. Ну, рассказать при этом вряд ли кто-то там расскажет, ну, может быть, сечение обстоятельств. Ну, у нас есть музей, вы мне говорили, что музей немного рассказать. Вот в 2015 году был, в 2015 году был открыт, называется Музей Староверия Рижской Гребенщиковской Старобряческой общины. Вы назвали Азия Исаевича, он, конечно, вот, и его идея, и реализация, вот, музей, и сейчас он главный экскурсовод, конечно, он прекрасный лектор, прекрасный рассказчик, поэтому, вот, так вот, можно заказать, можно договориться о посещении музея. А посмотрел музей, Азия Исаевич потом ведёт наверх, в храм, ну, кроме храма ещё показывает крестильню и другие какие-то помещения, какие у нас есть и связаны вот с исполнением старобряческой, так сказать, вероисповедания, исполнения старобряческой. Буквально чуть-чуть об иконостасе. Формулируется так, что это уникальный иконостас, что в нём столько ярусов, это единственный в мире иконостас. Ну, старобряческий, да. Шести? Древнеправославный, да. Шести семи ярусный. Да, это действительно так, вот, конечно, это вот собранное в одном месте, это может быть вот такой единственный, такое собрание икон в одном месте, да. Вот, это, конечно, уникальный иконостас, среди икон есть иконы, ну, не обязательно в иконостасе, там же, видите, ещё иконы есть на Салие, есть иконы, ну, вот, позднего времени, ну, достаточно древние иконы, да. Правда, Варла Махутынского икона считается стареющей, Варла Махутынского, она в малом храме расположена, эта икона, ну, тем не менее, да. Вот, это действительно уникальный иконостас, и в Латвии, по крайней мере, в Балтии такого иконостаса нет. В России есть, да, там, скажем, на Покровске, по-моему, храм на Рогожском кладбище у староверов-поповцев, как мы называем, которые всё-таки ввели священство, обрели священство, и сейчас и священство. Вот, к сожалению, к сожалению, Гребенщиковская община, ну, вернее, к счастью, она располагает многими духовно-культурными ценностями, вот, иконостас, иконы, да, собрание икон, книжница, собрание древних рукописных книг и старопечатных книг, да, это тоже уникальное собрание. К сожалению, они у нас пока не описаны, вот, ну, как это делается, скажем. Реестра нет. Да, да, ну, нет, конечно, всё это инвентаризационная книга, всё это записано, а вот описание такого духовно-культурно-исторического описания, да, это ещё впереди. Ну, есть в планах Совета общины, издание альбома о духовно-культурном наследии Гребенщиковской общины, ну, Бог даст, может быть, удастся такой альбом издать. Отдельная какая-то информация о иконостасе, о книжнице, она, конечно, есть, и тот, кто интересуется, может найти эту информацию, но вот такого обзорного, собранного вместе пока информации нет. У нас буквально сейчас через минутку будет небольшой перерыв на рекламу, а мы прервёмся и скоро продолжим эту интересную тему. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы продолжаем программу «Встретились, поговорили». Напоминаем, что в гостях у нас Иларион Иванович Иванов, и мы говорим о теме староверия Латвии и связанных с этим сегодняшних таких моментах, что происходит у нас сегодня. Но вот Иларион Иванович, мы перед эфиром с вами затронули историю немножко, история и память. То есть без прошлого нет настоящего и, соответственно, не будет будущего, такого правильного, нормального, в нормальном смысле этого слова. Скажите, что делает вот община ваша, и лично вы, вот вы начали о книжках говорить, чтобы сохранить эту память и чтобы её передавать из поколения в поколение? Ну, может быть, один такой, общее такое выражение, да? История для староверов вообще является важной составляющей мировоззрения, потому что староверы – это православные или истинно православные христиане, древнеправославные христиане. То есть староверы, вот те, кто побывал в музее, Азия Исаевич, вот чётко проводит вот эту мысль о том, что от крещения Руси и от апостольского времени, да, староверы наследуют вот христианское учение, исследуют христианскому вероисповеданию. Лишь вынужденно в XVII веке они лишились благочестивого, так сказать, священства, да, в силу вот этого нововведения и новшеств, произведённых в то время, да, и поэтому лишились некоторых таинств, да, сохранили только два таинства, то есть это по нужде, это вынужденно, да, вот. И то, что вот сейчас, да, богослужение, тот богослужебный устав, которым владеет староверие, он, конечно, отличается от того, что, ну, нет священства, понимаете, поэтому нет причины. Два таинства. Два таинства, да. Это крещение и покаяние. Крещение и покаяние. Вот, поэтому, как объяснить вот нынешнее состояние, да, значит, это объясняется теми историческими событиями, которые произошли в XVII веке. Поэтому всякий, кто старовер, он должен знать, почему у него вот сейчас такая вот, таков порядок богослужения, да, наследуя основные христианские постулаты, да, догматы, да, тем не менее, вот, лишились части. Поэтому история – это очень важный момент. Это один момент. Второе. Дело в том, что староверие сохраняется, древле православие, христианство сохраняется благодаря тем людям, которые в своё время вынесли страдания, мучения, вот, издевательства и так далее, и сохранили вот эту веру. Поэтому вот истории староверия и людям староверия уделяется большое внимание. Ну, в разные периоды, конечно, было по-разному, но, скажем, последний, там, XX век, вот Иван Никитич Заволоков в XX-е годы очень много занимался историей староверия, учебник даже. Ну, и вот в последние годы, вот в эти годы, уже в конце XX века, в начале XXI века тоже историей занимаются как сами староверы, да, вот, музей, например, да, так и учёные. Вообще, внимание учёных к староверам очень большое, да, ну, и вот в серии вот этой вот истории, да, в серии этой истории личность, как я уже говорил, личность обретает большое значение. Ну, и это даже помогает понять нынешнюю ситуацию. Ну, вот я приведу пример Гребенщиковской общины. Ну, очень распространённое мнение было даже среди староверских наставников, что это по имени Алексея Гребенщикова, да. Да, вот интересно. Вот, он был там крупнейший попечитель, меценат и так далее. Воистину, Гребенщиков Алексей был предприниматель. Он считается метавский предприниматель, но это уже другие моменты, там, где можно было регистрироваться, скажем, да, как и сейчас. А вот, но названа Гребенщиковская община, вопреки воле и желанию староверов, Гребенщиковской, по названию Мызы, да, Мыза, которая была расположена, ну, Мыза, понятно, это скорее польская, наверное, да. Поместье. А? Как поместье. Как поместье, да, да, да. Географическое название. Да, да, да. Вот, в Пурвце МСИ. И вот, она называлась Гребенщиковская, ну, в силу обстоятельств, там, может быть, она принадлежала Гребенщикову. И вот, царские власти назвали, вы будете называться не Успенскую, да, а будете называться Гребенщиковскую. Вот. Вот, это такой момент. Ну, и, кроме того, ну, скажем, совсем недавно, благодаря московским исследователям Ефименко Елены Михайловны, мы узнали подробности биографии первого председателя Церковного Совета Гребенщиковской общины. Холин Яков Васильевич. Это какой исторический период? Это 1813 год. Вот, церковный совет и устав был принят в 1813 году, и Холин Яков, значит, был первым председателем. То есть, вот, открываются многие такие моменты, многие факты. Вот еще очень интересный момент. Книга, с которой мы начали сегодняшний наш разговор, посвящена Василию Константиновичу Рогозину, президенту первой в Латвии страховой компании «Валва». Да. Называется «Благотворитель и предприниматель». Вообще, вы уже отметили, что староверы, они были сильными предпринимателями и обязательно были благотворителями. То есть, это все, что имеет староверская община, это дело рук и дары самих староверов. Потому что ни при одной власти, ни при одном государстве староверская церковь не поддерживалась. То есть, если православная церковь получала государственные дотации от синода, от императора, то все, что им, все вот эти собрания икон, там, рукописи, это все было либо приобретено, либо это были дары самих староверов. Ну, конечно, это община. Это община и купечество, и богатый человек. Есть один принцип. Я успешный предприниматель. Не потому, что я такой умный, способный, талантливый, а потому, что мне Бог дал. Вот если Бог дал такой талант, дал способность, дал возможность прибыльно, так сказать, трудиться, значит, ты поделись. С Божьим храмом ты поделись с ближними, там, немощными, детьми и так далее. Ну, да, на приют, на богодельник. Да, это вот такой принцип. Поэтому благотворитель, благотворитель, да, вот, я думаю, что это самое подходящее, это русское слово, даже, скорее, может быть, старорусское слово, да, благотворитель. Вот. Ну, тут все-таки прозвучал вопрос, а как мы вот вышли на эту серию, я, может быть, несколько скажу. Ну, это, в общем-то, случайно, не потому, что, так сказать, сидя там, думали, да, вот, надо эту серию издавать. Инициатива или, скажем, первый толчок, это была вот эта вот книга, книга, значит, «Врач-христианин. Судьба доктора Рошонка. 2011 год». Мы даже тут и не писали, что это серия «Люди староверия», да. Вот, благодаря, вот, может быть, тому, что Виктор Аутенч, известный латвист и журналист, и мы ему очень признательны и благодарны, вот такую книжечку сделали, иллюстрированную на русском, на латышском языке. А дальше уже последовали другие, вот, одна из книг «Народный учитель-наставник жизни» – описание Воробьёва, Инна Теренчанская, да. Ну, и вот то последнее, о чём мы сейчас говорим. – И в планах в этой серии? – В планах есть, я могу сказать, что мы начали уже несколько лет, не сразу получается книга, вот, в планах есть, приступишь, начнёшь там что-то собирать, готовить, искать людей, которые участвуют в этом, кто готовит книгу. – Например, профессор Юпатов, да, вот, Иван Ферапонтович Юпатов, профессор, профессор ещё в Российской империи, потом в годы независимой Латвийской республики он был здесь, он был директором, ну, я, может быть, не очень точно назову, директором отдела или департамента по образованию национальных меньшинств, а точнее, по русским школам. То есть в те годы в Латвийской республике, вот, даже при Министерстве образования, да, существовали такие подразделения. И вот профессор Юпатов возглавлял это подразделение. Мы начали готовить эту книгу, провели даже исторические чтения, получили очень хороший отзыв, отклик нашей латвийской прессе, вот, о этом событии, да, потому что русские школы – это тема, которая… – Актуальная тема. – Актуальная тема, да. – Больная. – Больная тема, да. Вот. Вот профессор Юпатов. Вот сейчас мы, ну, в стадии подготовки вот этой вот книги профессора Юпатов. – А вот такое имя, извините, как «Инфантиев», яркое, да? Вот расскажите, пожалуйста. – Да, тут вот ещё один момент. Инфантиев не старовер. Инфантиев православный человек, но он очень широкий научный кругозор, – его широкие научные интересы. И вот в последние годы, да и не только в последние, скажем, годы, он занимался и староверием в том числе. – Ну, известно, составлена им библиография староверия, он был редактором многих сборников по староверию, – видишь, и старобряческий сборник. Очень тесные, добрые отношения были, и личные даже были отношения добрые. – И в этом году исполняется 100 лет. Борису Фёдоровичу Инфантиеву. 14 сентября. Он, мы издали одну книгу его в 2005 году, называется она «Балтославянские культурные связи». Очень интересная книга, она уже сейчас библиографическая редкость. И он оставил рукопись, мы не успели при его жизни издать, русско-латышские литературные связи. Это, по сути дела, энциклопедия своего рода. Это обобщение всего того, что филологи, учёные-филологи латвийские изучали, скажем, там, Шолохов и Латвия. Ну, разные писатели, а очень многие писатели были связаны, да вообще почти все, наверное, известные писатели, русские, российские, они были связаны с Латвией. Так вот, Борис Фёдорович вот эту книгу оставил, и мы сейчас, уже проведено первое, так сказать, макетирование, мы её готовим к изданию. – Очень интересно. Профессора Инфантиева называют катализатором двуязычия в Латвии, потому что он автор уникальной, просто очень эффективной методики преподавания русского языка именно в Латвии. – Да, он был, наверное, крупнейшим или ведущим специалистом в Советском тогдашнем Союзе по преподаванию русского языка в национальной школе. Ну, мы как бы эту сторону не можем охватить, мы вот берём русско-латышские литературные связи. – А вот ещё такой вопрос. У меня известно, что староверы, у староверов большие дружные семьи. По несколько поколений раньше жили, да, вот вместе. Вот мы даже читали, что вот у вашего деда и бабушки было 11 детей, 3 семьи вместе жили. У героя вот этой книги и нашего друга Василия Рогозина 8 детей в семье было. Это уже такой вот современный период, да, 8 детей. Он седьмой был, по-моему. Скажите, тема родословных, да, вот сейчас возникает, да, вот очень многие увлеклись составлением родословных. Вот для староверов это тоже актуально. Наш коллега Ксения Загоровская и её муж Александр, они составили книгу «200 лет в Риге. Генеалогия восьми поколений семьи староверов». Что-то ещё, может быть, вот по этой теме нам расскажите, что происходит? Как это делается? Вот неотъемлемой, так сказать, частью такой, церковной, что ли, частью является наличие в каждой семье поминальной книжки. Вот в этой поминальной книжке, по сути дела, всё поколение, так сказать, фиксируется. Ну, это просто говорит о внимании к предкам, да, о памяти о них, да, и, конечно, когда были вот такие семьи, как вы говорите, конечно, тогда передавалось из поколения в поколение, бабушки, дедушки, родители передавали и этому следовали. К сожалению, я не могу сейчас назвать конкретное или большое количество семей, где вот следует этому принципу много детей. К сожалению, процесс захватил и староверов, в том числе тот процесс, который сейчас характерен для современного мира. Вот, но родословные действительно составляют. Вот мы журнал издавали «Поморский вестник», и там несколько родословных поместили. Многие сейчас занимаются. В рамках Гребенщиковского училища мы даже вот такой спецкурс небольшой провели по составлению родословных. Вот, вот, хотим Александра Загоровского пригласить, чтобы он рассказал, потому что люди интересуются. Всякий человек крепок своими корнями, вот, и надо знать свои корни, своих предков. Это помогает в решении многих вопросов и проблем, которые возникают у человека. А вы вот руководите Гребенщиковским духовным училищем. Что это за учебное заведение? Ну, вот, это училище у поморцев, может быть, тут можно сказать, у поморцев, да, не у всех староверов, пока, наверное, такого рода единственное, да, в Риге. Рига располагает такими возможностями, есть опыт и так далее. Это училище, ну, вот, уровня колледжа, да, которое даёт духовные знания, основы христианского вероучения, ну, такие предметы, как катехизис, да, как священная история нового старого заветов, древнего заветов, история староверия, история церкви христовой, да, основы христианской психологии и педагогики. Ну, всего около, ну, около 20 курсов и предметов у нас, ну, на сегодняшний момент, потому что в этом году, вот, у нас 15 наборов, то есть с 2006 года существует такое училище. Уровень колледжа. То есть мы даём духовные знания желающим, староверам. А как вот с 2006 года вы сами оцениваете интерес к таким знаниям? Он растёт, падает, держится на уровне? Он не пропадает, интерес. Такой интерес сохраняется, такой интерес имеется, но меняется состав учащихся. Дело в том, что если в первые годы формировалась программа, да, преподавательский состав, коллектив, да, сами преподаватели готовились и обучались действующие причетники, да, духовные наставники проходили вот эти курсы первые, да, сейчас этот контингент, скажем, учащихся, он получил уже знания, и сейчас мы, по сути дела, занимаемся по удалёнке, онлайн. Вот у нас среди учащихся наших первого курса есть из России, Ирландии, Англии, Германии, да, Литвы, Эстонии, и, к сожалению, Рижан уже и нет ни одного, не прошли обучение, да, и новых пока нет. То есть вот мы перешли вот к такому образованию, значит, по интернету. Поверх границ. Да, и тут, конечно, требует от попечительского совета, преподавательского состава совершенствования, видоизменения методики, да, ну, чтобы всё-таки обучение было качественным. Ну, вот примерно так я могу сказать. Иларион Иванович, у нас осталось буквально несколько минут, давайте вот, может быть, всё-таки чуть подробнее вспомним о герое книги, которую вы издали, Василия Константиновича, потому что он, это уникальный человек в том плане, что он ушёл в 2005 году, даже сколько прошло лет, и половина Риги его точно до сих пор помнит. И вот конкретно мы с Олей, потому что у нас такие были очень тёплые дружеские отношения, и этот человек сделал столько хорошего. И вот конкретный пример маленький, мы уже говорили, он родился в небогатой семье, где было 8 детей, в маленькой Малте, в маленьком городке, посёлочке даже, наверное, и при этом сделал блестящую карьеру. Создал и крупнейшую в стране страховую компанию, докторскую диссертацию защитил, получил звание академика Международной академии наук при ООН, и список хороших дел, которые он делал лично сам, они, в принципе, для какого-нибудь фонда подходят, да? То есть целый фонд может столько делать. Вот что вы о нём помните? Расскажите, пожалуйста. Ну, во-первых, я, наверное, может быть, скажу, что в этом сборнике, в этом сборнике ваша статья, пожалуй, самая лучшая, на мой взгляд, она такая эмоциональная, она от души, да, вот об этом человеке написана. Так что это первый момент. Второй момент, значит, я не ошибся, вот вы рассказали Василию Константиновичу о том, о его достижениях, о сделанном им, да, я могу только присоединиться и сказать, что, значит, не случайно вот именно о нём написана книга, потому что некоторые говорят, ну, а почему о нём? Почему о нём? Ну, есть, может быть, и другие, ну, наверное, действительно есть предприниматели, которые занимаются и благотворительностью в том числе, но Василий Константинович, скажем, для меня сосредоточил многие моменты, многие, так сказать, стороны, которые вот можно было бы, нужно было бы им и сделали, так сказать, описать. То есть это то, что называется типичный, может быть, случай, есть, наверное, такое понятие, да, ну, особенно для старобряческого общества, он старовер, вы правильно сказали, да, он тянулся к учёбе, к образованию, у него это была тяга к спорту, да, он сделал карьеру себе в свои годы ещё, да, и он не растерялся, он создал страховое общество, опираясь, кстати, на своих, так сказать, предков. Его отец в свои годы интересовался, занимался страхованием, да, то есть вот какая-то связь, вот в этом, может быть, ещё польза, не обрубать связи, да. Да, 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 и он создал ведь страховую компанию, латвийскую компанию. Я сейчас спросил, я говорю, а есть вот страховые компании у нас латвийские? Ну, я, может быть, ошибусь, я не знаю, но мне, так сказать, дали понять, что сейчас у нас филиалы, отделения каких-то европейских, международных страховых компаний, да, и он достиг этого. То есть его уходом всё развалилось? Да, ну, вот это произошло, я думаю, что он бы нашёл бы какие-то формы создать, наверное, в Риге международную компанию, ибо у него уже были филиалы. Вот, второй момент, он не терял связь с традицией. И мы там можем найти выражение его о старобрячестве, староверии, как он отзывается. Вот, он связан был и с наставником, известный наш наставник, царство ему небесное, умер Василий Михайлович Быстровый и крестил родственников, да. Вот этот момент. И в то же время помогал староверам, да. Вот, то есть это вот такой образ, который вот с моей точки зрения, почему издавали, он может, так сказать, подсказать, может быть, другим что-то, да. Вот. Кроме того, вообще вот эти все две или три книги, которые сейчас здесь лежат, там ведь прослеживаются судьбы в эти сложные исторические периоды. Да, там Латвийская республика, немецкая оккупация, там советские годы и так далее, и так далее. Это же все проходило через судьбы людей. Вот изучать историю Латвии, наверное, можно вот и по судьбам, через судьбы людей. — Совершенно верно. Ну, что мы должны сказать? С огромным сожалению, что наша программа подошла к концу. Только, кажется, начали, да. Вот. Ну, еще, может быть, продолжим этот разговор. Спасибо вам за интересный рассказ, потому что, ну, не часто нам приходится вот на такие темы говорить. И вот такой вопрос. У Василия Константиновича очень много друзей и знакомых в Риге, в Латвии. Очень много людей, которые считают себя благодарными и обязанными ему за поддержку, помощь в разных сферах. Если кто-то захочет эту книгу приобрести, как к вам можно обратиться? Ну, в старообрядческое общество. Можно, можно. Если, да. Да, просто позвонить. — Да, я могу назвать телефон, может быть. — Можете назвать, да. — 26-72-25-13. — Или в интернете можно найти информацию. — Ну, или через нас можно обратиться. — Да, 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 конечно, обязательно. — И тогда эту книгу, как дань памяти такому замечательному рижанину и латвийцу. — Спасибо вам большое за интересную беседу. — Спасибо вам, что вы проявили такой интерес. Спасибо. — И у нас в студии был председатель правления старообрядческого общества Латвии Иларион Иванович Иванов. Эфир провели Ольга Авдевич, Рита Трошкина. Всего всем доброго. — Спасибо. — Радио Болткома. — Спасибо. — Спасибо.